Добрый день, это программа Арт-микрофон. У нас сегодня прямой эфир. Меня зовут Анна Дормодехина. Мой сегодняшний гость Евгений Ситников, молодой промоутер из независимого объединения Квартирник Промо. Совсем недавно это объединение провело фестиваль андеграундной клубной музыки Натурпродукт. Для начала здравствуй, Евгений. Добрый день. Жень, скажи, оправдал ли фестиваль Натурпродукт ваши ожидания? Твои и твоих коллег? Ну вообще мы проводили совместно, совместно с Странский ЗЭД, совместно с Трансовиками, то есть тут как бы просто какой-то определенный вклад внесли в это, то есть тут очень много людей работало над этим. Ну в принципе мы бы могли принять любое количество народу, просто возможно пришло меньше, чем ожидали, потому что как бы над этим всем отдельная группа людей работала, там отдельно над рекламой, техническая часть. Все-таки такие фестивали требуют, наверное, такой подготовки более глобальной, может каких-то хедлайнеров, чтобы народ пришел и своих послушать. Вообще плейлист был там замечательный. Ну да, там 45 диджеев. Ну вообще пришли все, кто хотел, я думаю, там, в общем-то человек 500 было и за это время вот оно. Квартирник промо. С чего началось ваше объединение? Как именно, как организаторов? Вы ведь уже не первый год существуете. Вообще идея такая спонтанная. Просто как-то летом это было. В принципе все, кто занимаются так вот музыкой, друг друга знают, просто была идея, вот мы встретились с человеком с одним, с Муфтаром. Как бы мы вместе вот это все начинали делать. Сейчас делаем. Собрали группы какие-то, позвонили. Ребята, хотите, давайте устроим тусу просто в горах. Какой-то там, привозите свои инструменты, будет акустика. Обзвонили, в принципе, там несколько групп, они позвонили еще кому-то. Все, то есть абсолютно бесплатно. Это когда было? Это было в 2009 году. Это было где-то в июне. В начале лета. Вот мы в начале лета решили это сделать. Через две недели вот мы эту задумку осуществили. Ну так пришло человек 150, наверное, может 200 даже. Ну вот просто пришли, то есть была как программа. Каждый, кто пришел, отыграл. Был свободный микрофон. Ну такой стандарт. Я вот такого, в принципе, здесь я не видел никогда. Уже после этого много стало квартирников. Особенно зимой. Формат очень популярен в последнее время стал в городе. Именно среди такой независимой музыки. Да, все у нас содрали. Понятно. Участники... У него фишка была, что мы вот еще ни одного квартирника не провели в квартире. Точно. Участники объединения сами музыканты. Ты сам музыкант, да, Жень? Ну, можно так назвать. Я не профессиональный музыкант. Играл в группах алматинских. Иногда собираемся, играем. Вот так для себя. Где-то ездим. Ездили с группами. То есть, объездили так везде, в общем-то. Где можно было сыграть. Сыграли везде. Ну, интересно было. Ну, заодно организация все это, в общем-то, концертов. То есть, идея организовывать сами мероприятия пришла из-за того, что вы сами поездили, сами посмотрели, как это происходит на самом деле и решили сделать что-то другое, на более, может быть, лучшем уровне. Ну, может быть. Но все равно идея спонтанная. Спонтанная. Все равно, да. Запланированного ничего не было. Ну, вот с 2009 года сколько уже провели мероприятий? Ну, во-первых, несколько квартирников на природе. Во-вторых, кстати, на квартирниках, на вот этих вот, иногда встречались вообще такие группы классные. То есть, к нам приходили люди. Вот, например, был такой вообще варяг. Он, по-моему, со странниками играл. Такая интересная личность. Он сейчас в Калининграде уже. Там у него своя группа. Строк называлась. Вот они просто приехали к нам на квартирник. Ну, там несколько человек. Все так клево играют, отжигают. Там у него песенка была, там чуть ли не гимн этого квартирника. Ну, так вот открывали. Вот на второй квартирник. Пришли на него посмотреть там. Клево. Ну, потом он забил на это и уехал. Потом Цоевские квартирники мы делали. Делали их как в виде опен-эйра делали. В прошлом году в клубе. В прошлом году было немного мероприятий. По-моему, вот этот вот Цоевский квартирник был один. Но, с другой стороны, на него собрали много людей. То есть там клуб весь забился. Там человек 300-350 было. Вот. Ну, в этом году вот чуть-чуть отошли от темы рок-н-ролльной. Как-то вот совместно. Тоже случайно получилось. С натурпродуктом? Да, с натурпродуктом. Предложили, сделали. А все квартирники исключительно только рок-н-ролльные? То есть никаких других жанров не рассматривается вообще в принципе? Ну, вот у нас недавно было автопати такое после натурпродукта. Мы собрали диджеев. Ну, кто-то... Ну, хотя пришли, в принципе, все, кто сыграл. Просто несколько ребят не сыграли ночью. Там были причины определенные. Ну, мы позвали их подпить просто там бесплатно пиво. Если вдруг будут вертушки, может, что-то поиграть. Ну, в принципе, они притащили маленький аппаратик. Человек 20-25 собралось. Включили клубняк. Ну, такой уже популярный, скажем так. Ну, разницы нет. Какой там... Чтобы дискотека была? Просто что-то включить. Да нет, просто все сидели, пили пиво. Чем не квартирник? Просто без гитар. И все. На этой неделе, на этих выходных, вы устраиваете еще один квартирник. Очередной, скажем, квартирник. То есть совершенно уже, я имею в виду, другая музыка, то, что отличается от натурпродукта. Вот расскажи об этом фестивале. Я знаю, что там довольно-таки тоже большой плейлист приглашенных, довольно значительный. Ну, тут получается, в принципе, так. Квартирник должен был быть по-любому. Группы сами писали, то есть существует страничка, они пишут, давайте квартирник будем играть. Соответственно, я отписываюсь. Создавайте, пожалуйста, тему, делайте заявки. Вот это в июне было. Через месяц захожу туда, там заявок полно. Там 15-20 групп, давайте квартирник и все такое. Мне некоторые из других городов пишут то же самое. Поэтому формат просто пришлось немножко изменить. Пришлось вообще квартирник не делать. отойти вообще от него. И сделали вот такое независимое от наших вот этих вот квартирников, от всего того, что сделали. Делаем просто фестиваль. То есть позвонили там партнерам и так далее, кто чем хочет помочь. Там может. Позвонили и сказали, да, можем, вот это сделаем. Все и решили сделать просто фестиваль. То есть квартирник будет, ладно, он будет потом когда-нибудь. Может будет в августе. Там не будет. Может зимой будет. Может быть вообще не будет. Ну вот фестиваль вот сделали. Вот. С квартирником то есть он получается как бы ну никак не связан. Никак не связан, да? Абсолютно, да. А сколько групп примут участие? Ну, в принципе у нас по заявкам около двадцати групп. Угу. Ну чуть меньше. То есть дневная программа, блок до одиннадцати, до полдвенадцатого. И у нас еще такой план был как бы вторую сцену сделать. Найт. То есть ночью отыграют какие-то интересные такие коллективы. Что-нибудь такое интересное. Акустика, я не знаю, этно, что-то. Что-то такое вообще. Угу. Интересное. В принципе у нас есть заявки. То есть они будут играть до двенадцати часов. Будет что-то интересное. У каждой группы есть какое-то определенное время какого-то сета, да? Да, конечно. И она может сколько угодно быть. Нет, конечно там сет, все расписание. Приезжим группам такие маленькие поблажки. Чуть больше саундчек. И на пять-десять минут больше выступления. Но все-таки они тратили время. Да. И на это все затраты какие-то понесли. Но вообще в принципе основной блок там выступают все по одному такому близкому уровню. Просто может быть они играют разную музыку. Но я бы не сказал, что там совсем вот жанры такие разные. По уровню, по качеству они близко играют. По жанру ну не будет такого, да, что играет рокопопс какой-нибудь. После него выходит играет металл. Да, такого нет. В принципе несколько блоков. Такие более попсовые направления. Панк, ска, регги тоже все вместе идут. И в конце немножко группы потяжелее. Но все равно формат такой... Ну в основном, конечно, получился более попсовый. Более попсовый, да? То есть для альтернативной тусы все немножко будет по-другому. То есть если она будет, то будет. Можно каких-нибудь участников отметить отдельно, которые бы тебе особенно запомнились? Или выбрать там парочку, которых стоило рассказать более подробно? Может быть даже проанонсировать? Потому что очень... Не то, что многих, но некоторых групп не знают большинство альматинцев. Ну во-первых, я бы хотел проанонсировать всех тех, кто приезжает. Это понятное дело. Ребята молодые. Ну, несколько групп, получается, приезжают, да? Это Сичинкента, две группы. И, в принципе, ну я знаю этих ребят, они давно играют в разных командах. В принципе, я думаю, будет что послушать. То есть вот, я думаю, что вот группа Дипрессоник, такой вот альтернативный поп-рок, что ли, я бы так назвал. Есть записи. Ну, думаю, так будет прикольно. Ну и, конечно, карагандинцы, ну их в принципе знают, они там и на радио ротируются. Группы будут, ну, например, та же Купомбер, например, группа, они, допустим, играют не рок, как они сами сказали. Ну, интересный, допустим, послушаем. По-моему, там будет еще и Санкт-Петербург будет. Ну, группа сама родом из Чинкента, просто так как они все там живут, они набрали музыкантов из Питера и выступают там. Но сейчас они приезжают домой и будут играть здесь составом тот, который у них имеется. То есть он будет облегченный, их будет четыре человека. Я посмотрел их записи из питерских концертов. Такой русский рок. Классический? Да, классический русский рок. Посмотрим, что будет в живую. Интересно. Из молодежи, в принципе, играют группы, вот они первые концерты давали, кстати, на наших... Кстати, вот многие группы, которые играют, они вот первые концерты давали на наших квартирниках. Ну, немного там, может быть, группы три-четыре. Реконор группа, такая вот есть. Она первая играет, кстати, тоже им респект за это. Все остальные известные ребята уже не нуждаются в представлении. Вот Алексей Филин из Кустаная спрашивает, знаешь ли ты, Жень, группы из Кустаная? Какие? Группы из Кустаная? Да, Кустанайские группы. Ну, я могу сказать, что для того, чтобы позвать вот такое количество групп, в принципе, мы облазили все просторы, да, нашего интернета казарстанского. В общем, каждый город мы разбирали, я могу точно сказать. Я сейчас по названиям не скажу Кустанайские группы, но я скажу, что там их очень много, и мы писали в их клубе Кустанайском, приглашали. Ну, просто город находится очень далеко, и ехать накладно. Но, в принципе, с каждой группой отдельно Кустанайскими мы не разговаривали, но представление вообще, и вообще я имею... О музыкальном Кустанайском? Да, что такое вообще Кустанайский рок, я понимаю. То есть это ребята, которые ездят выступать в Челябинск, потому что это рядом, в России там играет, да, им туда проще поехать. Да, у них проводится фестиваль мега-рок, например, тоже знаю об этом. Ну, в общем, вот так, если у них будет какое-то желание, пусть они пишут, когда-нибудь они пусть в Алма-Ате тоже сыграют. Еще ни одной группы, по-моему, не было в Кустанайске. Такая же история, в принципе, с Петропавловском, но оттуда группы играли в тему, да, Кустаная, это Актюбинск, Байконур, с этими группами мы тоже общались. И вполне возможно, что кто-то приедет когда-нибудь. Вот на этот фестиваль сколько ожидаете людей? Ну, хотя бы примерно. Я не могу вот это вот как-то вот так вот сейчас сказать, что на этом фестивале. Вообще, это даже я не назвал бы это фестивалем. Это такая, еще раз говорю, для меня это большая рок-н-ролльная тусовка. Вот и все. Вот в голове она именно так выглядела. Просто постепенно мы ее сделали. Сначала сделали блоки, потом привлекли людей, потом организовали все, и в итоге получился фестиваль. Ну, потому что он организованный. Организованная, значит, тусовка, это фестиваль. Не организованная, это просто тусовка, да, пьянка. Вот организованная, пьянка, ну, фестиваль, вот так вот. Ну, это и так. Надеюсь, это будет не пьянка. Потому что цена билета ведь тоже для Алматы небольшая. Ну да, мы сделали цену билета вообще минимальную. Я даже не знаю, как мы будем отбивать аппарат, свет, звук и все остальное. Ну, посмотрим. Надеемся, что придут. Посмотрим, что народ придет. Ну, естественно, иногда у нас заявляются цифры, там, по-моему, в прошлом году какой-то фестивале объявляли. Ну, там, пусть даже это будут российские хедлайнеры. Идей были, да, привезти кого-то. Тоже есть идея всегда. Ну, цифры брать с потолка в 300 тысяч человек, это же идиотизм. Придут 300 человек, значит, все будет отлично, я так скажу. Ну, 300 человек придут, это точно. Развозка будет организована, да, я так поняла, по встрече ВКонтакте? В принципе будет ходить микроавтобус, который будет после определенного времени каждые полчаса проспускаться до мега-центра и привозить людей, отвозить людей туда-обратно. Это где-то в горах будет в Амарасане? Да, это прямо возле плотины комплекс, то есть частная территория, на которой проще все это организовать. С готовностью сейчас будут площадки, ну, может быть, вот такие вот комплексы для организации таких мероприятий? Да нет, вообще, я бы сказал, что мы вообще не заинтересованы. Ну, в смысле как, те, кто заинтересованы, они не подходят под вариант сделать там тусовку. Тот, кто не заинтересован, ну, всегда так получается. В общем, там хорошо, где нас нет. Жень, будет ли в фестивале какое-то продолжение? Вот именно вот у такого вот формата, который вы сейчас. Пускай это будет фестиваль, хорошо? Не будем быть организованной там тусовкой. Пускай будет фестиваль. Ну, то есть вы скажете, что да, мы будем проводить вот раз в год. В это время, в последний день июля, у нас каждый год будут команды. И у нас из Устаная приедут, и из Байконура приедут. Ну, я не знаю, возможно, все. Ну, планы есть, а реалии какие будут, я не знаю. Ну, я не заморачиваюсь по этому поводу, честно говоря. Проведем эту тусовку. Встретимся, поговорим, какие будут планы. Там посмотрим. Алексей Филин опять нам задает вопрос. Оплачет ли участникам дорогу? Ну, могу сказать, что участникам оплачивают все за исключением проезда. То есть все то, что происходит на территории города Алматы. То есть с того времени, как они въехали на территорию Алматы, они здесь в наших руках. За них все, то есть оплаченное проживание, питание, проезды. Там, я не знаю, какие-то экскурсии. По городу, да? И все остальное, да. Но оплатить дорогу с учетом билета в 800 тенге входного, это абсолютно нереально. Но взамен, естественно, группы получают что-то взамен. То есть они получают какой-то опыт для себя. Потому что Алмата не находится, это не Питер, куда нужно вложить. Потому что туда точно никто не будет ничего оплачивать. Я сам ездил, я знаю, да, никто ни за что не платит. Чтобы выступить там на фестивале, нужно иметь в кармане 500 долларов. на билет, на еду, на жилье. Это каждому. Поэтому, я думаю, тут все города находятся близко. Ну, они имеют возможность здесь, может быть, на радио съездить, выступить, дать интервью. Это все им надо. Все знаю по себе. Если будет возможность оплатить кому-то дорогу, мы ее оплатим. Но пока такой возможности нет. Да, и просто выступить на одной сцене с группами из других городов, познакомиться с музыкантами, это тоже большой плюс. Ну да, тем более, еще раз говорю, мы не делаем фестиваль, и вот он самотеком его пускаем. То есть приезжают ли группы, как они туда доберутся, это их проблема. Нет, все доберутся туда, это я гарантирую. С голоду не умрут, на улице не останутся. Хорошо, Жень, спасибо большое за беседу, спасибо большое за разговор. Я думаю, что то, что вся наша казахстанская рок-музыка держится на энтузиастов, также на взаимопомощи музыкантов друг другу, это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что друг познается в беде, это нас воспитывает, это дает пример для молодого поколения, ну а плохо то, что больших меценатов, больших спонсоров, конечно же, больше всего интересует либо поп-музыка, либо женские бои в грязи. Да будут они, будут, честно говоря. Я, кстати, тоже в это верю, думаю, что будут. Самое главное, чтобы накопилась некая критическая масса для того, чтобы появились и люди, которые хотели бы вкладывать в это деньги. Еще раз хочу сказать, что фестиваль, давай не будем, рок-фестиваль состоится в эти выходные 30-31 июля в одном из горных комплексов в ущелье Алмарасан. Приходите, не пожалеете, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова